В троицын день девки уходили в лес, Вить венки и обрежать себя ветками березы. На днелой вины в обрывистом ображке звонко играл в камнях ручей. Здесь много было родников, которые прорыли себе носки под обрывочками. Очень чистая вода выбивалась и по краям ручья в тихих лагунках. Ключики ворошили мелкий песок и фонтанчиком бросали его до поверхности воды. Таких лагунок, запруженных каркой, было много по течению ручья. А в конце рощи, ближе к деревне, где лавина расширялась, И становились половые лагунки, были похожи на фрутики. И вода в них стояла гумисто, спокойно, зеркально. И в ней четко отражались облачка, синие небо и прибрежные кустики, Трава и молодые березы. У этих больших лагунок собирались девки и парни, обряженные зеленью. Вели хороводы и пели песни. Детки срывали с голов венки и бросали их в воду. Венки плавали в прозрачной воде, и вода вышивалась рядом. А потом в бурьболе с песней, с пляской возвращались домой. Детки с венками на полушанках, а парни с зелеными ветками в руках. По дороге не глистали девок, а девки визжали и убегали в сторону. В эту троицу луконю слепого нарядили девкой. И он так хорошо статился, так зыбко и мягко выступал и пел тоненьким голоском, что трудно было бы отличить его одинок, если бы не его белые глаза и не желтый пух на щеках подбородки. Он потешал всех своим девчим повадками и сам смеялся радостно и весело. Он ликовал и пел не только потому, что ему было занятно быть ряженым, но и потому, что он веселит других, что на него побежали посмотреть на луку. Даже молодухи все покатывались со смеху и толкаясь обо него, ласково спрашивали. Ай, жениха, искать в лес ты идешь. Луконюшка, девонька. А он отвечал по-девоче скромно, поджимая губы и вздыхая. Девушка ее бесчастная, никто меня замуж не берет. Пойду с вами, девоньки, в лес, плиту минуту, брошу в лагун. Может, и мне судьба жениха пошлет. И в его певучем лунце была такая смешная печаль, что все задыхались от кого-то. Смеялся и он и прочитал. Раз, милые вы мои девушки, подруженьки мои радостные, Дай вам, Господи, счастье. Жить бы, да радоваться, да скраснились, да не надрывать сердечек. Когда цветистая гурьба дева пошла берез в брошу, Лугоня уверенно шагал впереди всех и высоким пальцетом запевал песни. Распашу я, молода младенька, землицы маленько. Я посею, молода младенька, цветь коали. Все девки дружно подхватывали песни. Парни не пели, они одели шли позади, Да развесилочки смеялись, фарсисты рисовались перед девчатами. Они тоже надели пунцовый белый рубаш и спали за скрипом, В которых щеголяли только весенние и летние праздники. Березово все рассыпались и потерялись в лесу, Только всю дораскаться и перекликались голоса парни и деда. Где-то и на том, и на другом склоне ливины, Звенели песни девчат и обрывались сверху. Играл внизу в камнях ручей, Всюду пели птички, невнятный шум, Похоже на ливень и рогатам в лесу не смолкая. Пахло березным соком, дровой ладошек, Обребелый стволов, которые в глубине оказались непроходимо густыми, И как будто блистали серебром, дышалось вольно. И на душе было хорошо, тихо, И у меня умерло все. Спасибо.